Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 23. Вопрос 3552. Чем отличаются плотские люди от душевных и от духовных? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В первую очередь тем, что задающий такой вопрос уже никак не духовный. Это может быть и добрый человек, интересующийся своим спасением, желающий узнать побольше и о пути, на который мог бы встать, чтобы спасти свою душу. Духовный человек это знает не на умственном уровне, и он, быть может, даже не подозревает, что можно задать такой мудрёный с богословской точки вопрос. Но он живёт духовно, потому что рождён свыше. Во всей Библии всего лишь один раз встречается слово «чувствование», и оно вышло от Павла тогда, когда он решил всё же приоткрыть перед своими почитателями, чего же им можно трепетно желать, чтобы они были истинными последователями Христа и были похожи на своего Учителя. Послание к Филиппийцам 2.5 «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Конец цитаты. Наивысшая требовательность к себе в молитве и в жизни, когда душа соприкасается с нездешним миром и жаждет уподобиться по наитию, не от головной веры, во всём с Духом Святым. Этот стих часто повторяют сектанты, чтобы подчеркнуть своё превосходство над православными невеждами, как они думают. Но когда спросишь их, в чём же эти чувствования конкретно, из Рима можно увидеть, есть ли они в человеке. Тут они своё красноречие перелицовывают на старообрядческое мычание и махание двумя руками, делая ими эллипсы возле живота. А ответ-то рядом, в последующих стихах, потому что вслед за этим стихом о чувствованиях стоят двоеточие и вот эти мысли. Стих 6-8. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Конец цитаты. А у сектантов какое же может быть смирение, если они восстали против Церкви Христовой и строят свой алтарь, измышляют своё толкование Библии? Об этом их безумии красочно описывает Киприан Карфагенский и все святые отцы, боровшиеся с еретиками. Духовный человек мыслит категориями Духа Святого, никак и нигде не противоречащими Библии. И всё это в духе полной покорности Церкви Христовой, Его невесты. Плодской и душевный – это одно и то же. Когда говорят, что ничто человеческое ему не чуждо, это означает, что человек живёт не по небесной конституции, он живёт попавшей Адамовой природе, ставшей плотью землёй. Книга пророка Иезекиеля 25.6 «Ибо так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался». Конец цитаты. Не надо путать с выражениями в простонародье, когда говорят о теплоте характера, что человек этот душевный. Здесь смысл вкладывается, не соразмеряясь со смыслом этого слова, заключённого в Библии. Послание Иакова 3.15 «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Конец цитаты. Если тебя это ужаснуло, то поскорее вникни в последующие за этим приговором слова надежды. Стихи 16.17 «Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и всё худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна». Конец цитаты. «Плодские люди всё время сбиваются с духовного настроя, хотя и могут иногда касаться его в рассуждениях и поступках, но в них это не постоянно, потому что Дух Святой не их обитатель». Послание Иуда 1.19 «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие Духа». Конец цитаты. Пятидесятники и все харизматы совершенно чужды духу смирения, ибо они решительно отделяются от единства веры, а строят свои трущобы духовного распутства. Любой пятидесятник, да и вообще недуховный человек, прочитав это, сожмётся и озлится, и тем ещё более выкажет своё плотское состояние. 1 Коринфянам 2.14 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что осем надобно судить духовно». Послание к римлянам 8.6 «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Конец цитаты. Плотское есть могильное, и оно так свойственно православным, которые думают больше о мёртвых, нежели о живых, им бы подать милостыню за умерших по прошайкам. Ибо Бог это зачтёт, и всё будет хорошо. А чтобы исследовать Писание и по нему спасаться при жизни через жертву Иисуса Христа, на это враг их не допускает через их духовных слепых вождей попов. Послание к римлянам 8.5-7 стих и 13. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщляете дела плотские, то живы будете. Конец цитаты. Стихотворение. Напрасно про бесов болтают, что справедливости совсем они не знают. А правду тоже они нередко наблюдают. Я и пример тому здесь приведу. По случаю такому-то в аду, змея с клеветником в торжественном ходу, Друг другу первенства оставить не хотели. И зашумели. Кому из них идти приличней наперёд? О ваде первенства известно тот берёт, кто ближнему наделал больше бед. Так в споре с семь и жарком, и немалом, перед змеёю клеветник свой выставлял язык. А перед ним змея своим хвалилась жалом, шипела, что нельзя обиды ей снести. И силилась его переползти. Вот клеветник было, за ней уж очутился. Но Вильзевул не потерпел того. Он сам, спасибо, за него вступился. И осадил назад змею. Сказав. Хоть я твои заслуги признаю, но первенство ему по правде отдаю. Ты зла. Твоё смертель нажало. Опасна ты, когда близка. Кусаешь без вины, и то немало. Но можешь ли язвить ты так издалека, Как злой язык клеветника, От коего нельзя спастись ни за горами, ни за морями? Так стало он тебя вредней. Ползи же ты за ним, и будь вперёд смирней. С тех пор клеветники в аду почётней змей. Крылов, 1814 год С тех пор клеветник в аду почётней. С тех пор клеветника в аду почётней. С тех пор клеветник в аду почётней. С тех пор клеветник в аду почётней. С тех пор клеветник в аду почётней.